я вас уже было это хорошо кто был там прошлый раз на прошлой неделе да мы продолжаем то что у нас прошлую неделю было немножечко мы не закончили в прошлый раз я не была на русском я была на грамотике английского понятно так ну ничего страшного то если не был в прошлый раз сегодня мы просто продолжаем еще немножечко заканчиваем вот и потом порешаем задачки по русскому языку занимательное задание посмотрим вместе разбираемся ну давайте здравствуйте значит у нас остались мы про богов уже говорили в прошлый раз а у нас остались еще помощники людей которые были уже ниже богов всякие духи герои духе как в греции да как мифом древней греции тоже было значит вот у нас был такой полкан на кого этот полкан похожи с греческими что кира что а я книги видела еще одного тоже русского только не кентавра а кого не помню но у меня это книга поблизости я могу найти ну хорошо не так у нас очень много чего мифологии есть только что спорные вопросы да то ли было то ли не было да кто то говорит что вот столько было богов всяких духов кто-то по-другому все идет из народных всяких сказаний и преданий сказок вот например вот этого полкана считали полубогом и у него были геройские способности вот и даже вот михаил чулков писал историк что славяне приписывали ему сверхъестественную силу невоображаемую предкость но это старое еще это слова вот эти через естественно сверху у него было до половины тела и сложение человеческое пояса коня видите как сходятся до мифы греции и славянские мифы в отличие от диких кентавров полкан был богатырем и в сказках и легендах был против главного героя почему наполовину человек наполовину конь потому что вот такое существо придумано было не человек да но как кентавры датки добра не наполовину люди наполовину не говори каких только не придумывали да есть быка человека есть человека бык я говорю я хочу сказать что на самом деле минотавр он был больше быком чем обычно человек плюс бык новую породу вывели но неизвестно были они на самом деле или нет я думаю что это все таки мифы да и легенды хотя кто знает конечно вот 17 веке были популярными лубочные картинки это знаете картинки которые рисовались и продавались на базарах там среди народа кто умел читать кто не умел да такие как комиксы сейчас наверное может вы говорите о марках о ком марки коллекционные нет я говорю что продавались лубочные картинки картинки это как вот сейчас комиксы выпускают да и раньше тоже вот вместо книжек для народа кто читать не умел делали рисовали такие картинки сюжетные а я кажется понял вы говорите да я понимаю то есть это типа вот такого сейчас ну типа вот такого да только такие большие конечно рисовали до картинки и на этих лубочных картинках изображалась какая-нибудь сцена там из сказки дали с какими-то героями и вот его полкана изображали как надо еще понять это в общем а минотавр он был с головой бука поэтому мозги находились все в бычьей голове а здесь вот это в человечей голове айка у тебя что я хочу рассказать то что у меня есть такая книга которая называется веселая история картинка у меня она тоже есть это не одна книга это старинная книга но она не одна а это несколько несколько соединенных то есть они скреплялись несколько журналов у меня тоже есть книга историю в конце картинках только она чуть потоньше хорошо ясно так ну ладно давайте дальше про полкана да вот кстати вот издательство аванта выпускает очень интересные энциклопедии для детей вот если у кого-то есть наверное вы читали с интересом тоже вот можно там тоже есть вот мифологии том и он очень интересно читается правда вот и в общем вот этот вот полкан он изображался обычно на сюжетных картинках как он сражается с русскими богатырями вот но до сих пор осталось что-то я вам сражался с русскими богатырями чем руками видишь стрелы лук чем-то можно сражаться зачем 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 ну я не знаю видимо это был да это относится значит к злым божествам не к добром там то есть получается что как змей горыныч тот же дата щей так и этот полкан тоже относился к этим а до сих пор собак да зовут полканами не зря все таки да что где-то там может кого зовут а давайте мы сойдем код боюн это тот кто код боюн это тот кто усыпал а потому что он боюн а можно ли не почитает пожалуйста ну вот куда без лили читать можно я кое-что скажу подожди сейчас скажет человек то что хотел еще сказать у кентавра же шесть конечно здесь значит можно сказать что это насекомое такое мы сегодня доказывает ну да ну да что то в этом есть уже так хорошо давай лили читает можно я ребята я вижу поднятые руки хорошо все кто поднял руки пожалуйста я не буду читать но я хочу про этого который был похоже на кентавра я уже он больше больше лошадь чем человек потому что у нас там у них его и ноги лошади маргарита да мы тебя поняли да хорошо солнышко конечно и выше и сильнее да простите но не зовут не маргарита это моей бабушки хорошо тебя как зовут амина амина хорошо я запомнил так ладненько лили давай читай тогда про кота боюна код боюн код боюн код боюн код боюн код бояр персонаж русских волшебных сказок огромный код людоед обладающий волшебным голосом он заговаривает и усыпляет своими разговорами и пением подошедших путников и тех из них у кого недостаточно сил противостоять его волшебству и кто не подготовился к бою с ним колдун убивает железными когтями но тот кто сможет поймать кайта найдет спасение всех болений и недугов сказки боюна целебный да видите такой код ученый дам который по поцепи ходил кругом кто поднял руки я всех отметила ребята как сбиваете просто силу но они не всегда плохой роли кошки на самом деле даже бою он ведь не отрицательный до конца то есть такая стихийная сила которая если ты сможешь найти на нее праву она послужит на пользу не сможешь полезешь к этой силе и не справишься тогда она тебя может и убить то есть это как природные силы до стихийные какие-то сильные вот эти все загадочные что делает у нас боюн так ребята ну я вас очень прошу я очень люблю когда вы читаете но я всех по очереди хорошо спрошу так марин давай час ты читаешь что делает боюн слово боюн означает говорун рассказчик краснобой краснобай от глагола боять рассказывать говорить сравните так же глаголы боюкать убаюкивать значение усыплять в сказках говорится о том что боюн сидит на высоком обычно железном столбе обитает код за тридевять земель в тридесятом царстве или в безжизненном мертвом лесу где нет ни птиц ни зверей так да то есть вот это вот баять да это рассказывать говорить о краснобай то есть красный означало красивый то есть красиво говорить вот сидит он на железном столбе кстати вот у кого-то есть и которые гуляют вот во дворе рядом с домом никогда не замечали что если ей остался пенек высокий от дерева вот садиться на этот пенек час вот у меня так точно сидел на этом на таком столбе очень часто у нас удовольствием да ну и обитает под за тридевять земель в десятом царстве да это там уже где страна мертвых начинается да где мертвый лес где нет ни птиц ни зверей и только вот это а вот оно как раз про это сейчас речь пойдет нет на лукоморье тут на лукоморье сидел уже кот ученый кот ученый но это прообраз его был кот баюн если кто-то еще скажет можно я почитаю читать не будет сегодня понятно так саша давай ты читай сейчас кота ученого кот ученый кот на котором сидит животное в сказке пушкину заменен дубом обвязанным золотой цепью кот ходит по цепи рассказывает сказки дерево которое он избрал ассоциируется с мировым древним растущим на северном поясе в гипербурее голос бурюна громк и мелодичен поэтому усыпляющие рассказы слышно отчетливо и в недалеком расстоянии кот способен на мирное взаимодействие с людьми потому что в некоторых сказках его приглашают убаюкивать маленьких детей котель потустороннего мира крикается напряжение разговаривая и усыпляя если сказитель видит в собеседнике жертву то очаровывает ее голосом и съедает ну а теперь выбирайте стоит вам слышать его сказки или не стоит смотря как он на вас посмотрит мне стоит мне стоит можно 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 мне сказать а не прочитать мне прочитать а можно сейчас я прочту пожалуйста я бы я бы я бы послушала его сказки я бы я бы дала ему колбасы сосисок а еще молочка кошачьего корма это еще вопрос да ему потребуется или нет а можно я а можно я так ребята ну-ка тихо так дальше Айка читай а я считаю что не надо ему слушать сказки потому что мы в нем точно не уверены лучше другие а другие сказки послушать которых мы стопроцентно что они добрые да чтоб не рисковать хорошо ай я сейчас так тихо тихо мне кажется что не надо его сказки слушать все давайте Айку теперь слушаем она читает духи помощники и хранители домовой славяне язычники верили что свое божество есть у каждой реки леса или луга облагаются дух и дому ведь без него жившие в нем люди могли начать болеть или даже умирать самыми распространенными прозвищами такого духа были домовой хозяин судеку суседка с сетка его представляли стоячком покрытым шерстью как и всякая нитисть домовой был спокоен способен принимать облик зверя или кого-то из домоча домоча считалось что живет он в подполе за печью под при рог под порогом или в дымовой трубе было распространено мнение что у каждого домового есть своя семья которая в точности повторяется став семьи ручей в избе так так а это отключай микрофон тебе надо что-то там сделать чтобы эхо не было тебе все время идет оно ага значит у нас получается домовой да ну домовые когда были старые избы они конечно жили видимо да в этом в этих домах а потом мы начали разъезжаться все по многоквартирным домам и домовым теперь трудновато наверное да с нами существовать потому что раньше же как было дом строится да и из поколения в поколение в этом доме люди живут получается что дом как бы сам по себе и пространство вокруг дома начинает охранять человека вот и в это предки верили и вот у них везде были вот эти духи помощники и даже была целая церемония как домового в другой дом перевозить то есть если все таки приходилось переезжать то целую церемонию устраивали этого домового с собой забирали просили с ним с ними ехать да с ними перебираться вот ну и с каким животным больше всего домовой в контакте а разве домовые дружили с человеком с кошкой они они с ним не дружили они ему помогали вот домовой если ему все нравилось он в первую очередь охранял дом и если семьей у него в ладах он был да то охранял и семью вот знаете я смотрела я смотрела фильм такой он это был плохим но сначала он был хорошим но все ругались где это люди которые там жили в доме много-много ругались разводились дом был квартира была очень плохая поэтому он стал очень плохим а можно какое-то сказать да подождите фильм называется домовой скажи Марина что ты хотела если семья домового в точности повторяет нашу семью то получается у домовых наших тоже должен быть кот потому что у вас дома кошка живет черная семья повторяет вашу семью допустим да но кот или кошка это особое животное которое говорят что оно должно ладить с домовым то есть домовой либо принимает кошку либо не принимает можно я скажу понятно у кого есть мышка для домового что можно я скажу можно я мышка не для него в принципе да что хочешь сказать ну когда люди переезжали в новый дом они всегда пускали первый в дом кошку чтобы она ну как бы ну и до сих пор пускают кстати да кстати знаете то что вообще то говорят то что на самом деле домовые и кошки и то есть кошки могут то есть видят домовых и маленькие дети которые еще в колясках считается то что они друг друга видят и могут разговаривать разговаривают разговаривать между другом есть такой люди взрослые у меня вопрос у меня вопрос а домовой он кто ест ну не знаю вот говорят что когда день домового да то говорят что надо ему оставить угощение печенье конфеты пироги он очень любит говорят пироги когда что день домового слушай я не помню это называется праздник кудесы и кудесы где-то в феврале по моему то ли 10 или 11 то есть он кушает это ему угощение оставляет а так можете хоть каждый день оставлять вон ирландцы оставляют блюдечко с молоком и печенье своим ильфам почему бы нам не оставлять домовому что-то да можно мне сказать после нее ну давайте кто собирался ага давай сара скажи значит если они дружат с кошкой то есть когда мы спим то домовой ухаживает за нашей муси и маме можно не просыпаться чтобы накладывать ей корм и домовой все делает с кошкой они они больше наверное с котом общаются чем домовой его корм ну не знаю ну хорошо какой домовой я хочу сказать ну скажи скажи кошка а если кошка и ему размеру подходит то тогда домовой должен ухаживать за котятами потому что они ему по размеру подходить или за мышками да ладно давайте пойдем дальше да на домовой можно сказать мне можно сказать мне кажется что я могут жить где-нибудь скорее всего где-нибудь за печкой в каком-нибудь подвале или в дырке потому что в трубе наверно очень не жарко и задохнуться можно они там и не живут правильно давайте дальше а мне кажется что они живут на чердаке можно сказать Настислав да что-то хотел вот говорят то что домовые с кошками очень хорошо ладят у меня просто две кошки и одна сейчас во дворе живет а вторая ушла два года назад мне кажется то что ее домовой куда-то увел знаешь говорят что домовой либо принимает кошку либо не принимает то есть как бы вот мы не знаю это просто говорят так хорошо ребятки давайте дальше да мир он давай читай дальше про запечник запечник все все ребята все дальше читаем мир он давай запечник существовали в обширном крестьянском хозяйстве и духе с узкой специализации запечник не заведовал домом а считался кем-то вроде соседа по квартире безлюбленные его проказы было испортить хозяйки стряпну за авином или гумном сараем где сушили сено среди лавинник или гуменник верили что он охраняет от пожара но я не любит особенно чужаков да то есть у нас там большая до хозяйства ни один дом обычно хозяйства хорошим был до был дом был сарай где сушили сено да там еще здесь зерно держали была баня да и вот это все отдельные домики делались или сарай ну и на каждой вот это не плохой и нехороший а сам по себе с ним надо было за печкой жил в отдельных там типа зданиях где сено хранили вот это вот все вот где сено хранили там авинники гуменники такие были тоже хозяева да которые там сторожили сохраняли но в общем нужно было кому-то ну как бы во что-то вот так вот поверить да в какую-то защиту людям и вот они старались верили в то что там кто-то защищает какой-то дух и старались этим духом не ссориться то есть запечник мог испортить крепню только если хозяйка с ним поссорилась каким-то образом или там допустим говорили что вот вот плохого хозяйка хозяйство ведет там грязно все нечисто тогда могли поссориться действительно эти духи с нее но все было логично скажите давайте давайте только по очереди можно хорошо хорошо я скажу давай давай ну вот это у нас же микроволновка почти как печка то есть теперь у нас микроволновник у нас теперь за микроволновник даже живет у кого есть микроволновка у кого нету за духовку сидит за плетой за вафеличник у меня есть микроволновка хорошо да у кого нет печки кто живет например без печки не знаю есть такие наверное на костре готовят там например за банник или не знаю за будник те кто на костре готовят домовых им не положено так что у них там свои так давайте дальше да почитаем так сара ты почитаешь да а можно ли ли ты сказать что-то хочешь да про домового а ну скажи мне кажется что все таки даже в таких многоэтажных домах и домовые в каждой квартире иногда вот мне кажется что тихо тихо кто-то крадет но я абсолютно согласна что кто-то должен как-то охранять да кстати знаете да такую примету когда ты что-то теряешь в доме и говоришь там домовой-томовой поиграй и верни там и эта вещь как правило находится я несколько раз пользовалась помогала вот так сара давай читай дальше про банника добрым на равном а что такое нравом нравом это характер на славится хлебный хлебный это тот кто в хлеву жил да за хлевом приглядывал где скотина там коровы лошади стояли да вот это хлебный так а дальше банник банник в представлении крестьян был капризным и злобным так норовил аж парить моющихся кипятком напугать звуками из-за печен а то и удушить в некоторых селах верили что в бане живет женский дух обдерих обдерих обдериха как и банника ее побаивались ночью во владение обдерихе ссунулся бы разве что колдун или лихой человек или лихой человек баня представлялась русским опасным русским опасной и еще и потому что в ней мог поселиться вредный ангел анчутка иногда анчуток считали детьми баня считать детьми ну считалось что у банника есть дети и дети эти анчутки дети это все как-то немножко они разные существа смотря а мама тогда кто а мама тогда кто кто если есть папа и дети кто тогда мама обдериха ну кто ж его знает еще не еще не факт что анчутки были детьми банника вообще они духи они не люди да то есть у них все по-своему устроена насчет семьи вот хотя вот у домового считается что да есть и жена там и дети если в семье такое тоже есть а вот здесь банник банник не обязан был иметь семью мало того ну баня она очень часто была связана с какой-то такой ну если невнимательно как-то относишься еще что то может что-то загореться может быть дымом пару побольше там перехватит человек короче там все поверья наверное вот с этим связано что бывали случаи когда там и кипятком немножко обожжется и дыму этого пару передышит человек простите пожалуйста вот вам и у нас нет банника и этого у нас и баня нету да в самом самом начале был перед банником у нас тоже нет потому что такого с нами никогда не случалось очень хорошо или он у вас добрый вот я что-то скажу про домового просто у меня все заговаривали зубы я так думаю что современные домовые уже совсем смирились и с собаками и с террариумами и аквариумами и с крокодилами в некоторых домах тоже смирились или с другом да 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 кто это кто авинник это у нас да что вика почитаешь правильником а а вика вика ладно давай самым зловредным семейство умовых считался авинник его еще его назвали гуменником сидела это черная лохмат лохматая лохматая все в стаже существо в самом дальнем углу авина старое без стряно сушились на пыль лишь глаза во днем и ночью сверкали как у кошки все видел и все примечал этот промзительный взгляд следил за укладкой снопов 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 отмечал время когда приходит пора топить в логине смотрел чтобы окон не разгорался слишком сильно чтобы не получился ненароком пожар врачительные хозяева разводили окон спросив прежде разрешение у авинника не позволял авинник мужикам сми натохозяйственными делами под большие праздники топить когда на улице сильный ветер случалось так и вина от ослушников бог что тот долго дух перевести не может а свершив правосудие авинник довольно хохотал хлопал в ладошки лаял по собачьим если хозяин относился к азинному духу пренебрежительным и не уважал и не почитал его тот мог и сам под колесо иметь да вот такой вот видите да А что такое авин А что такое снопы? А что такое авин? Снопы это что? Ну вот сейчас выясним что такое снопы да Кира да Это что салома связанная Вескипшницы А что такое авин? Это связанная салома Да то есть связывали и надо было просушивать да все время Простите пожалуйста У нас нет авинника потому что у нас нет такого где нарисован этот авинник Ну да Так у вас и авина нет я так полагаюсь на пылы не сушите Просто когда в хозяйстве надо было вот это вот все сушить вот это вот да солома А что такое авинник? А что такое авинник? А что такое авинник? А что такое авинник? Ну леший это отдельно да А когда нужно было вот эти снопы да держать всю зиму в сарае они могли отсыреть Поэтому этот сарай надо было протапливать просушивать да И если огонь попал бы хотя бы на одну из этих вот веточек там могло так полыхать начать Такой пожар был сильный бы что ну беда то есть все бы сгорело моментально Поэтому очень аккуратно к нему относились видите все с огнем связано в тексте То что вот у него спрашивали разрешение можно ли топить Ветреный день топить нельзя раздует да искру кинет опять же загорится все вот Вот поэтому огонь был большой такой враг у христиан поэтому вот с этим вот осторожно существом обращались и с этими снопами тоже осторожно очень обращались Вот так хорошо у нас есть еще такая Викторина сначала Еще просите А у нас будет масленицу и чучело с одеждой из старой языка Просто со соломой просто связано я думаю что это Это связано да с соломой но это связано масленица с чем связан праздник Наступлением весны за кончением зимы да То есть это такой ритуал Так у нас тут с вами немножко викторина есть такая по этим славянским всем вещам да Так как переводится Как переводится имя славянского бога Перуна Властный правящий или воинственный смелый Так или бьющий ударяющий кого берем все таки Властный Первый вариант Властный Властный Первый А все таки бьющий Бьющий ударяющий Бьющий ударяющий Хорошо Как звали славянского бога солнца Дашь бог 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 Дашь Хорс Хорс Так Ну я вам про это и говорю что в славянской мифологии славянской есть очень много разных таких точек зрения расходений Мы с вами про бога солнца говорили даже бог да Вот а здесь немножко по другой шло Так это у нас объедуха молочная неделя Купала Масленица 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 А на картинке кстати купала Да Показывали Так хорошо Как Древней Руси назывались женские водные духи похожие на русала Сирены Сирена 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 А не сирена Сирена Мне кажется что Вила Сирена Я не знаю Сирена Я я нажму сирену сейчас Да точно. Я не знаю В сирен Виллы Виллы,виллы назвали Да Так Какой бог Южных славян имя которого значит сын бога символизировал новый год лошадь молодец сын бога дам что по мнению древних славян приносил чернобога это несчастье кто урожай запоминайте кто что выбрал так древние руси объясняли ситуацию когда человек терялся в лесу какой из этих богов никак не связан с погодой так что славянским женщинам запрещалось делать по ответил параскева пятница считалось что она не разрешает работу с водой мыть голову стирать мыть полы и так далее то есть параскева пятница считалась какого животного изображали духа дома овенника бык собака нет бык крупноват будет собака это 100 процентов собака до того что кода или за того что он в принципе считается его впервые впускают он опять плохой персонаж да нет он неплохой персонаж он загадочный я говорю что они сами по себе немножко кошки да так они убегают из дома неплохие нет как как эта версия что кошки это инопланетяне которые за наблюдают кошки неплохие и еще я хотела сказать что я поняла то что мы сейчас проходили там которые были средний код бою на него сказки были лечебные ну не знаю что еще там ну да да правильно да а так подожди тогда с ответом еще даже не задались хорошо так кто еще там что хотел сказать по этой давай и хорошими и плохими точно помогает да это точно да совершенно отрицательных вот почти нету да то есть нужно смотреть что где-то помогает даже баба яга не совсем отрицательная да но где-то и помогает вот так ну хорошо давайте теперь немножечко на задать подожди аминочка подожди так давайте сначала задать почитай давай кто кто у меня поднял руку да георгий да . и известной песенкой песни жил кизиньки к козли козли к в зашифрованном виде выглядит так шарпыры Давай я прочитаю вот это выделенное. А дальше читай вопрос. А как с помощью этого же шифра записать крокодил гена? По какому принципу менялись эти буквы? Я знаю. Сам принцип знаешь? Нет, ответ не надо, надо сначала принцип, а потом уже все, чтобы ответ подумать успели. Я знаю принцип, Сара знает признак. Так, Сара говори, какой там принцип? Признак такой, что вот здесь жил-был, это звонкая согласная жил, а здесь шир-пир. Так, правильно, да, то есть... Глухая согласная, то есть мы звонкие согласны на глухие и наоборот. И наоборот, да. И гласные тоже мы меняем, да. А, Я, У, Е. Так, буква Г. Ну, давайте проверим. К, глухой Г, да. Р парных нету, значит, на Л можно поменять. Теперь О на Ё, да. Потом опять Г, О на Ё, Д, И на И, да. Поменяли? Так. И, Д, М, Н, да. Да, под Г подходит. Да, проверим, да, замены. Звонкий на глухой, глухой на звонкий, А на Я, О на Ё, Д, И, и так далее. Да, все парные меняем. Все непарные уже по наитию, как бы, да. Хорошо, давайте теперь дальше, да. Можно прочитать? Так. Да, давай, прочитай. Я просто уже думаю, так, сейчас. Данные формы слов. Чу, ложь, душ, тушь, плащь. Сколько получается усмысленных слов, если каждому данному слову добавить букву? Букву. Букву. А, А, 1, Б, 2, В, 3, Г, 4 и Д, 5. Сколько слов? По словам к вторым, четвертому и пятому? По второму можно поставить мягкий знак. Я скажу. Скажи. По второму можно поставить. Правильный ответ – это только в трех словах можно добавить мягкий знак, и получится новое слово. В трёх словах, да, всё правильно. То есть это ложь, это тушь, да, и это плач. А душ? А душ, ну что мы поставим мягкий знак и что это получится, что оно должно значить, если мы мягкий знак поставим? Потому что как будто это ленте роты оканчиваются на шипящие согласные. Это на шипящий, да, это мужской род, шипящий, мы мягкий знак не ставим, а в слове плач, это что, когда получится? Это плач женского рода и заканчивается на шипящие согласные. Это плач женского рода? Там множество на число, поэтому нет. Так, давайте в слове плач всё-таки, что это за часть речи? Ложь это существительное, женский род, тушь, женский род. Всё правильно, здесь мягкие знаки ставятся. А плач, это же у нас, если мы берём это как существительное, это мужской род, там не надо. Это глагол, правильно, да, он станет глаголом тогда. Вот тогда всё получается у нас, три слова, да. Так, хорошо, давайте теперь дальше, да. Что у нас там получается? Да вот читать-то нечего, ребята, ну, почитай, да, давай. Старые песни появляются... Старые песни поются. Старые песни поются по-армянски у Ваня. Абонез? У Ваня. Первое. А как по-испански? Второе. Так, а... Иоанн. Хуанн. Б. Янн. В. Жанн. Г. Хуанн. Д. Юханн. 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 Хуанн. Ну, как по-испански, Ваня? Я немного испанский знаю, Хуанн, но есть какое-то имя у них. Хуанн. Дело в том, что первая буковка, которая идёт, вот, Иоанн, да, и Жанн, вот эта вот буковка... Если я напишу, вот эта буковка, ай, не взялось, она в разных языках по-разному читаться может, да? Если она здесь вот Ж, допустим, да, в этом варианте, это французский, то в испанском она Хе, да, читается, вот. А в английском она будет читаться Йоанн, да, Йоанн. Вот вам, пожалуйста, почему Иван, слово, да, имя, меняет своё звучание в разных языках. Зато, видите, какое разнообразие. Выбирай, что хочешь, да? Хуанн, Юханн, Жанн, Янн. И в английском Джон, да? И имена в разных языках будет Ваня, да? Это вот в разных языках так будет Ваня, да. Так. Тришкин кафтан, да, у нас получается. Так, у нас там была Настя, кто хотел читать, я не знаю, Настя, ещё есть? Да, я тут есть. Давай, читай, ага. В русском языке некоторые имена и понятия неразрывно связаны. Скажешь Трифон, и тут уже вспомнится Тришкин. Кафтан, под четыре имени Муська, Сидор, Макар. Вообще Кузьма только, хорошо. Кузьма, Сидор. Какое из пяти перечисленных ниже слов не связано в фольклоре ни с одним из них. А мать, б, ой, а мать, б, сын, в, коза, г, челята, д, уха. Так, ну давайте, Тришкин кафтан, да, с Кузьмой что связано? Кстати, Кузьма моего брата зовут, старший. Ясно, хорошо. Так, с Кузьмой какое выражение, ну, связано в языке? Так, давайте, смотрите, кто знает какие-нибудь выражения? Сидор, Макар, Димьян, да, связанные вот с этими словами. Вот так же, как Трифон и Кафтан, да, Тришкин кафтан вспоминается, да? Сидор, с кем из этих связан? Макар, пословица, поговорим. Сидорова коза. Сидорова коза, так. Есть, у нас, значит, коза уже задействована. Так. Мне кажется, мать не подходит. Кс-кс. Так, спокойно, давайте все посмотрим. Гонял, так Макар телят гонял. Куда Макар телят не гонял, когда говорят, что это очень далеко, да, там, никто не ходил, да, куда и Макар телят не гонял. Так, хорошо. Еще что? Я не уверена, но вроде бы или мать, или сын Кузьмин. Кузькина мать. Так, Кузькина мать, так, ага. А, мы козу же еще не брали, да, ага. Коза у нас еще пока свободна. Значит, Кузькина мать. Сидорова коза, Сидорова коза была. Вот, у Сидора коза, да. Сидорова коза. Так, а Демьян у нас, с Демьяном-то что связано еще стало? Уха вроде. Так, только уха. Что такое уха? Это рыба. Это суп из рыбы. Это рыбный суп, да. Да-да-да. То есть, Демьянова уха, это связано с басней Крылова, да, когда... Демьяна уха. Угощал ухой соседа. Ну, скушай же еще тарелочку, дружочек, да. Пока сосед там не сбежал. Значит, сын у нас ни с чем не связалось слово. Хорошо. Вот у меня вопрос, а вот уха, у меня вопрос. А вот уха, она всегда сделана только из щуки? Нет, она из рыбы разной может твориться. Не обязательно щука. Вот, а по поводу Тришкиного кафтана, я еще вот эту вот басню, да, взяла, чтобы вы знали, откуда она. Ванда, Каролина, давайте вы басню прочитаете эту. У Тришки на локтях кафтан продрался. Что долго думать тут? Он за игру принялся. По четверти обрезал рукаву и локти заплатил. Кафтан опять готов, лишь на четверть галей рукой столя, да что до этого печаля. Однако же смеется Тришке все, а Тришка говорит, так я же и не дурак, а ту беду поправлю, длиннее прежнего я рукава наставлю. И вторую половину, ага. Вот Тришка малый и непростой, образовал фауду он и поло, наставил рукава и весил Тришка мой, хоть носит он кафтан такой, которого длиннее и конзола. Таким же образом видел я иногда иные господа, запутавши дела, их поправляют, посмотришь, Тришкином кафтане фигалеют. Да, то есть какой Тришкин кафтан, да, начал шить, получилось не так, как надо, да, обрезал рукава, потом, значит, рукава короткие оказались, надставил рукава, рукава длинные оказались, да, вот, потом этот низ кафтана тоже пообрезал, да, в итоге косой кривой кафтан, иногда бывает, да, что-нибудь не получается, делаешь, вон у него, видите, какой кафтан, да, что-нибудь не получается, начинаешь править, пытаешься поправить, но не так, как надо, да, не подумавши, получается вот такая вот штука, как кафтан у Тришки. Да, это всегда так. Да, это точно. Закон подлости. Ну, давайте, вот последнее у нас задание тогда, да, какие из этих слов происходят от названий частей человеческого тела. Давайте так, подножка, от какого слова? Слово под ногой. Нога. От своего нога, нога, да. Нога. Подушка. Подушка. Уха. Уха. Под ухом. Да. Под затылком. Под затылком. Под затылком, да. Под ухом. Под воротами. Под воротами. Вот. Вот. От слова ворота это к человеку не относится, да? Нет, там всё-таки рот не участвовал. Подворотни – это всё-таки от слова ворота. Поручение. От какого слова? От какой части тела? Рука. Рука. Правильно. Рука. Намордник. От какого слова? Морда. Морда – это не путь, это кое-что. Это нельзя считать от человеческого тела, ведь у человека лицо, а у животных морда. Я так и говорю, да, что это не к человеку опять. На запятках от слова. Поручники от слова. Рука. Лапник от слова. Лапы, лапы. Лапы – это не к человеку. И про хвост. 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 А почему там не просили человеку? Хвост. А почему там не просили человеку? Про хвост. Про хвост. Про хвост – это слово хвост. Так, ну всё. Всё на сегодня, ребята. Давайте до следующей встречи тогда. А что такое хвост? Пока. Про хвост – это человек, который мошенничает. А что такое про хвост? Понравилось. Человек, который не мошенничает. Всё, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»